тут после очередных бомбардировок территории белоруссии украинцы начали очень возмущаться писать совершенно искренне и полностью понимаете людей проклятие в адрес белорусов и я не вижу причин возражать что-то поскольку эмоции является частью жизни а по факту так и происходит что белорус способствует войне да ну про русский мы уже знаем что там ни один хрен не перекрыл ни одного тротуара для военного не говоря там про дорогу и так далее но там тема закрытая до при белорусов были какие-то иллюзии эти люди и подпитывались странным отношением наших властей лукашенко который никогда не менялся он просто играл играл на мой взгляд достаточно неубедительно но почему-то наших убеждал и я помню какого порошенко с ним ездил по всей там украине назвал о не просто другом но и братом я тогда на украинской правде написал что вы делаете который сейчас какой он брат он враг украина он военный союзник путина а это было же по моему 15-17 год да то есть враг наш фактически по договору с путиным военному да потом он приезжал уже к владимиру зеленскому они в житомир кажется ездили тоже как-то очень хорошо да и из-за этого наверное в том числе но из-за того что у нас как бы своих политиков не любят лукашенко имел какой-то запредельный рейтинг популярности выше всех украинских президентов да потому что путина не любили всегда часто вообще там под нищем но а лукашенко почему-то подчиненный путина был отдельной строкой проходил но так работает наверное украинские медиа так работают пиарщики я не знаю политики так у них голова устроена так вот они по телевидению так они показывают это все в итоге многим было тяжело понять что правда что ли панамы ракет со стреляют когда уже стреляют с первого дня и войска заходит на заходит с первого дня и белорусский из какой-то спецназ тоже уже за был замечен да и вот они сейчас готовятся войти в украину и не исключено что этот приказ будет отдан несмотря на все его безумие да и возможно самоубийственность для лукашенко и так далее но для меня это вообще не не удивление к сожалению белорусской нации не состоялась на данный момент ее будущее зависит от украинцев если белорусы кто-то смеет еще возражать украинцам на их тон там на их там эмоции вы засранцы вы кацапс кацапска воспитанные засранцы посмотрите на себя в зеркало вот даже если знаете было русскую мову что редкость до среди белорусов она очень красивая и абсолютно понятно всем украинцам как и наоборот украинские там никакие переводы не нужны да вот то вы просто воспитаны так что вы перекладываете ответственность на себя украинцы берут ответственность на себя а вы перекладываете когда нация перекладывает ответственность но коллективно да она не является нация она является провинцией какой-то вот переложили ответственность там на на метрополию да это все русские или это все там лукашенко это не мы кто говорит что мы И тех они с саными тряпками гоняют и говорят, что вы ссорите беларусы с украинцами. Вы ссорите. Это ссорит беларусы с украинцами. Бездеятельность. Ссорит беларусы с украинцами бездеятельность. У беларусов какая бы то неполная бездеятельность. Ни забастовок, ничего. И военные заводы работают, и базы обслуживают, и бензин возят к АЦАПам. И все. И есть только некоторые очень личные люди, которые что-то там партизанят. И действительно, это герой. Я просто не знаю деталей. Это знал бы и не сказал, но я не знаю. И, конечно, батальон Калиновского. Еще, по-моему, части есть беларусские. Да вообще беларусов много. Патриотичных, хороших. Но как нация, беларусская нация, не состоялась. И беларусское государство. То есть уже сейчас можно начинать благодарить украинцев. Вот если так по совести, если заглянуть чуть вперед, уже сейчас нужно благодарить украинцев. Потому что без Украины беларусов точно не будет. Но надо подумать о будущем. Вот как будут относиться украинцы к вам после того, что произошло и происходит. И как вы на это реагируете. Либо ничего не делаете, либо поддерживаете молча батьку, какую-то убийцу террориста. Либо вы еще претензии украинцам предъявляете. Посмотрите на себя в зеркало. Представьте себе, что победа уже добра над злом состоялась. И вот вы такие стоите все в говне. Они поливали украинцев за что-то. Ракеты летели. Вы вдогонку им что-то еще упреки какие-то кидали. И все. А элита в Беларуси, она вырастет из батальона или полка уже, может, в том времени Калиновского. Я не знаю, где они на фронте. Но вам вполне возможно, что их перебросят именно на встречу с белорусскими войсками, если пойдут. Пусть увидят, что настоящий Беларусь, гордый, который с украинцем брат. И что такое вот эта быдломасса, которую гонят на убой. И насколько они разные, и насколько будет разный конец всего этого. А то, что Беларусь состоится, это виние сомнений. Оно просто логическое. Русский рейк будет разрушен, Украина победит, значит, у Беларуси появятся шансы. Как они им воспользуются, я не знаю. Но шанс будет точно. Поэтому я бы посоветовал белорусам вот что. Если вы ничего не можете сделать, хотя бы мову учите свою. И закройте рот про Украину. Потому что это выглядит вообще никак. Или помогайте, или закрывайте рот. Потому что это не смешно, не красиво, не цивилизованно и не нужно. Просто неуместно. Это вот как я про русских рассказывал, которые свои нарративы несут про войну, называют спецоперацию. Так вы свои нарративы несете. Нет никаких других нарративов. Правда бывает в единственном экземпляре. И она за Украину. Запомните это все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова